Доброе утро, дорогие друзья! В Екатеринбургском цирке продолжается программа «Цирковая полундра». И прямо из цирка к нам приехали сразу двое артистов. Это эквилибрист, джонглер Михаил Иванов и артистка Алена Сосина. Доброе утро! Доброе утро вам, да. Михаил, ну конечно же, вы из цирковой династии. Расскажите, у цирковых всегда династию рассматривают до самого основания. Вы знаете о своей династии всё? Ну, может быть, не всё, но кое-что знаю. Кто был основателем вашей династии? Я четвёртый по счёту уже представитель. Михаил четвёртый? Да. Значит, начинали с эквилибристики моя бабушка. Моя бабушка, да, начинала с эквилибристики в старинной цирковой династии Островские. Вот, была там ученицей, потом впоследствии встретилась с дедушкой, познакомилась, они начали совместный номер работать. А дедушка чем занимался? Дедушка, он начинал с акробатики, потом работал кантоходцем, и уже после у него идея возникла привлечь медведей, впервые в истории цирка, медведей на канат. Так, дедушка занимался медведями потом, а батюшка? А батюшка стал помогать ему в этом номере. То есть были кантоходцы с медведями, дедушка вот придумал аттракцион, он работал со своей женой и сыном, соответственно, моим отцом. Вы знаете, Алена, может быть, вы мне ответите, как, мне всегда было интересно, каким образом у артистов цирка происходит выбор специфики? То есть почему? Да, дедушка медведями, батюшка медведями, а Михаил обратно. Что это, как родители там определенные, то есть если родители, значит, занимались этим, и ты туда пойдешь. Каким образом происходит выбор? Я думаю, как бы у каждого человека это индивидуально, но в моем случае я познакомилась с Мишей, и у меня выбор профессии, как бы само собой уже я знала, что я буду работать, и не сомневалась, что именно в цирке. Мне очень хочется спросить у Михаила, если говорить о сложных трюках. Ваш трюк – жонглирование большими мечами на велоколесе – попал в книгу рекордов Гиннеса? Да. Этот уникальный трюк придумал ваш отец, все верно? Да, он предложил мне этот жанр, когда я еще был маленьким, предложил мне кататься на колесах, жонглировать большими мечами. То, чего он не встречал вокруг. Ну, стало меня учить этому, начали с небольшого количества, и вот постепенно дошли до семи вот таких вот больших мечей на колесе. Слушайте, и вот что изменилось после вашего появления в книге рекордов Гиннеса? Что в жизни поменялось кардинально? Ну, моральное удовлетворение, конечно, присутствует определенное. Плюс это для широкой публики, ну, какой-то уровень качества. Значимость, да, какая-то? Это потому что многих цирковых фестивалей, которые значимы для нас, их широкая публика не знает абсолютно. И то есть этот трюк еще никто не повторил? Пока нет, прошло. Ну, вообще, я его делаю достаточно давно, просто сначала там оттачивали, мастерство до уровня доводили. Делал, исполнял, смотрел вокруг, не встречал ничего подобного, и потом уже отправил заявку. Понятно. И в 2012 году, в сентябре, вот вынесли это достижение в книгу рекордов. А есть еще что-нибудь, идея какая-нибудь, какой трюк хотелось бы сделать? Что-нибудь уже готовите? Ну, трюков мы множество готовим разных. Не все они вписываются в какие-то нормативы. Длина, ширина, высота. Но они по-своему сложные. Они сложные, они зрителям интересные, тем, которые на представление приходят. Есть определенные рекорды, нет смысла только в этих рекордах себя реализовывать. Просто красивое выступление хочется сделать, художественное, с элементами театрального, чтобы публике понравилось. Рекорды, они самоцельные. Один из этапов, не более того. Ну что ж, я хотел бы попросить Михаила сейчас показать, показать прямо вот тот трюк, который он исполняет, который входит в книгу рекордов Гиннесса и пользуется огромной популярностью в цирке. Вы сможете нам это показать? Ну и здесь я должен заметить, что для того, чтобы этот трюк исполнить, мне нужен манеж. То есть, довольно-таки большая площадка. Вот так вот. Которая, мы не можем предоставить вам манеж, но площадка у нас есть. Которая, значит, ну, 13 метров в диаметре наша арена. Можно больше. То есть, это будет проезд по кругу этого манежа и достаточно большая высота, метров, может быть, 5. И вот такая вот площадка большая. Ну, хотя бы чуть-чуть. И для того, чтобы посмотреть вот именно этот трюк, так как он внесет в книгу рекордов Гиннесса, придется все-таки прийти на представление. Не то, чтобы придется, а с большим удовольствием все исходит. Отлично. А здесь, в вашей студии, я готов с теми же самыми цирковыми снарядами, вот с этими же мячиками, с которыми я устанавливал рекорд. Вот на этом же самом колесе, катание на котором фиксировал судья из книги рекордов, показать вам фрагменты своего выступления. Дорогие друзья, будет очень всем интересно посмотреть фрагменты выступления Михаила Иванова из программы «Цирковая полундра». Давайте посмотрим. Фрагменты «Цирковая полундра» Спасибо вам огромное за ваше прекрасное выступление. А нашим зрителям напоминаем, что у нас в гостях были Михаил Иванов, жонглёрок, велибристка, натоходица и артистка Алена Сочина. Ну а сейчас небольшой перерыв, после которого мы встретим в нашей студии великолепную певицу-участницу шоу «Голос» Этери Бериашвили.